Внимание! Программа «Сохраняйте чек» не направлена на рекламирование товаров и услуг. Участие рекламодателей исключено. Цель программы – повышение уровня покупательской и потребительской грамотности граждан. Здравствуйте! В эфире полезно-потребительская программа «Сохраняйте чек». Я Михаил Губернаторов, ваш гид в мире правильных покупок. Сегодня у нас жгучий выпуск. Сегодня сохранил чек на привилегированный товар. В свое время его подавали только при дворе именитых князей. На Руси этот продукт долгое время считался ядовитым из-за своего пряного вкуса. Но со временем соблазн перед запретным взял верх, и теперь этот соус активно используется и употребляется на всем пространстве СНГ. Что, заинтригованы? А ведь ничего сложного здесь нет. Сегодня поговорим о острой и вкусной аджике. Мы начинаем! Аджика – самая популярная пряная смесь в кухнях Закавказья и Кавказа. Она придает еде тонкий, острый, горько-сладковатый вкус и аромат. За право называться родиной аджики соперничает Грузия и Абхазия. Русским же она и стала известна не так давно. Впервые распробовали ее офицеры царской армии в домах мирных горских князей во время многочисленных военных операций на территории Кавказа в XVIII и XIX веке. Широкое же распространение среди российских покупателей аджика получила в советский период. Тогда же из самобытного кустарного товара она стала достоянием общественности и попала на общие прилавки. Сегодня же аджика вырабатывается исключительно ПТУ, а значит у производителей полная свобода в рецептуре и ингредиентах. Так что выбирать аджику нужно внимательно. Как именно – расскажем в нашей программе. А пока узнаем у самарцев, как они находят качественный продукт. Самое главное – срок годности. То есть если продукция хранится недолго, то значит она натуральная, из натуральных продуктов. Алая, густая, острая. С кусочками овощей. То, что уже попробовал, уже знаешь качество, то и берешь. Для того, чтобы понять, какой товар самый хороший и как его правильно выбрать, возьмем три варианта аджики от трех разных производителей. Героями сегодняшней программы станут торговые марки «Амца», «Огородников» и «Ташлинка». Каждого участника промаркируем и расположим в алфавитном порядке, согласно названиям. В завершении программы узнаем, кто действительно достоин княжеского стола, а кто лишь пародия на вкусный соус. Аджика как приправа используется в виде порошка, пасты или свежеприготовленного соуса. Классическая рецептура включает в себя молотый острый красный перец, сушеный чеснок, семена кориандра, укроп, паприку, лавровый лист, базилик и множество других ингредиентов. Так как продукт не имеет точно регламентированной рецептуры, отталкиваться нужно от личных предпочтений и от того, что написано на упаковке. Так, кавказская аджика будет содержать больше перца, царская, ядра горчицы, абхазская, хмели-сумели и шафран, жгучая, перец чили. Особого запрета здесь нет, лишь только одному ингредиенту в аджике нет места. Но производители, многие могут добавлять различные пряности, специи, в том числе грецкие, орехи, получать именно продукт. А вот если в состав входит томатная паста, то уже такой продукт, в принципе, аджикой не является. Такой продукт называется просто острый соус. К этой же категории относятся те товары, в составе которых обнаружено растительное масло. Качественный продукт однородный, без комочков. Аджика должна легко намазываться и иметь крупичитую структуру. Слишком жидкий продукт в промышленном варианте. Также, скорее, нарушение, чем норма. В этом случае аджику просто разбавили водой, а значит, ни о какой оригинальности и речи быть не может. Обычный цвет аджики красный или зеленоватый, если она сварена из незрелого перца. Производство, как правило, она густая. Производители, конечно, не всегда указывают в составе, что входит. Консерванты, они допустимы, кстати, консерванты. Но могут добавлять различные сгустители, в том числе и крахмал, который, в принципе, там быть не должен. Лучше всего выбрать аджику в упаковке с подно закрывающейся крышкой. Не позволяйте продукту засохнуть. Таким образом, открытую приправу можно хранить около месяца. Но перед подачей обязательно изучите его на состав органических примесей. Поверьте, аджика может неприятно удивить. Могут быть посторонние примеси из растительного сырья, например, какие-то нехракционные палочки, черешки, которые попали, к сожалению, при неудачной технологии производства. Настало время и наших участников проверить на качество, согласно советам специалистов. Ну что же, начнем наши глубоко субъективные тесты. Внимание! Программа «Сохраняйте чек» не направлена на рекламирование товаров и услуг. Участие рекламодателей исключено. Цель программы – повышение уровня покупательской и потребительской грамотности граждан. Выложим аджику от каждого участника на тарелку и оценим консистенцию продукта. Аджика должна быть в меру густой, ни в коем случае не жидкой. С этим испытанием справились первый и третий конкурсанты. Их консистенция наиболее соответствовала требованиям. Теперь капнем немного йода в каждый из вариантов. Это проверка на крахмал. Его в составе хорошего продукта ни в коем случае быть не может. Если смесь окрасилась в синий цвет, значит в наличии есть крахмал. Здесь все соответствовали норме, поэтому каждый конкурсант получает по баллу. Рассмотрим наших участников внимательно под лупой. Зачастую в составе можно найти органические элементы, которые попали в банку в связи с недобросовестностью производителя. Это разного рода палочки, веточки и так далее. И снова полная гармония качества. Лишних ингредиентов найти не удалось. Все получают по баллу. Иногда на этикетке мы можем встретить надпись «Изготовлена по ГОСТу 15141». И это ГОСТ на кетчуп и к аджике никакого отношения не имеет. Производитель пытается обмануть покупателя и придать статусности своему товару. Так что будьте внимательны и помните наши советы. Для последнего нашего испытания мы отправимся в небольшую закусочную. Здешний повар родом из страны Высокий Гор. И готовить аджику у него практически семейная традиция. Он и правда любит аджику и есть за что. Я аджику очень люблю, потому что аджика придает любому блюду очень приятный и нежный вкус. Его попросим распробовать наших конкурсантов и выбрать самого лучшего. Она такая острая и соленая. Ну думаю нормально, да. Вот эта, она нежная такая, более спокойная, не такая сильно острая. Вот, ну такая. На любителя, скажем, который хочет не острый, можно рекомендовать вот такую. Вот эта тоже очень хорошо. Ее можно использовать как бутерброд даже. И она как кекра получается, хрустит в арку. Мне понравились все, но я бы выбрал, наверное, номер три. В сводной таблице представлены результаты всех испытаний. Наши участники достойно боролись, но в лидере выбился лишь один. На этой неделе лучшей оказалась аджика торговой марки Ташлинка. Поздравляем победителя. Надеюсь, теперь вы точно знаете, как добавить остроты в свои блюда и не ошибиться с выбором. Но все равно не забывайте сохранять чек, чтобы было что тестировать. Увидимся на следующей неделе. Пока. Субтитры добавил DimaTorzok